Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Алмажана Мангельдинова. Сурдоперевод Светлана Слесарская. Коротко о главном на сегодня. Не оставить в беде. В Мангельдинском районе продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Как работает общественный штаб? От продуктов питания до одежды и предметов быта. В регионе продолжают работать пункты приема и выдачи гуманитарной помощи. Праздник слова и мысли. В Пустанайе прошел финал ежегодного конкурса «Живое слово». Чем удивили юные литераторы? В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества состоялось совещание министров обороны. В нем приняли участие глава оборонных ведомств, государств, членов ШОС, генеральный секретарь, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации, а также министр обороны Республики Беларусь. В традиционно дружественном и конструктивном ключе обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности. Определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами. На совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность совещания ориентирована на укрепление мер доверия военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений «Мирная миссия». В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств, членов организации, главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями. В своем выступлении глава Казахстанского оборонного ведомства, генерал-полковник Руслан Жакслыков, обратил внимание участников на исторический аспект организации. Далее министр обороны Казахстана предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств. По итогам совещания был подписан протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммунике. В завершении мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь ШОС сделали совместное заявление. В ходе официального визита казахстанской делегации в Афганистан 35 отечественных компаний представили продукцию и услуги на казахстанско-афганском бизнес-форуме и тематической выставке в Кабуле. На открытии бизнес-форума заместитель премьер-министра Сирик Жумангари напомнил, что по итогам прошлого визита делегации Афганистана в Казахстан была поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до 3 миллиардов долларов. Среди афганских бизнесменов по-прежнему высок спрос на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию. По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о поставках полсолнечного масла, с лаковой продукцией и муки более чем на 12 миллионов долларов. Афганские компании также проявили большую заинтересованность в моторном масле. Планируют подписать с казахстанскими поставщиками первый контракт на поставку этого товара. В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику председатель Мажелиса Ерлан Кошанов посетил Урумчи, где встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая Синьцзянь Уйгурского автономного района. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, в том числе в формате межрегионального сотрудничества. Председатель Мажелиса отметил, что именно с Синьцзянского региона для Казахстана открывается дружественный Китай, и это говорит о его особой роли в укреплении вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. В ходе беседы представитель Мажелиса отметил, что депутаты двух стран могли бы регулярно отслеживать качество реализации двухсторонних соглашений и договоренностей. Обсуждение затронуло также взаимодействие в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили идею создания на территории Казахстана совместной региональной складской инфраструктуры для электронной торговли. Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам сотрудничества, в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, трансграничных водных ресурсов и туризма. В Мангельдинском районе продолжается работа по ликвидации последствий паводка. С первых дней здесь работает гуманитарный штаб, обеспечивающий жителей всем необходимым. Члены общественного штаба, куда входят и волонтеры, разъясняют гражданам о правилах подачи заявки на получение компенсации. На сегодня жители сел получили единовременные выплаты в общем размере на сумму порядка 100 миллионов тенге. Вопросы обеспечения жильем остаются наиболее актуальными. Жители Мангельдинского района одни из первых, кто пострадал от стихийного бедствия. Более сотни домов стали заложниками большой воды. Чтобы помочь пострадавшим, в считанное время в райцентре был создан гуманитарный штаб. Людей обеспечили питанием, теплой одеждой и средствами личной гигиены. Сельчане, что остались без крыши над головой, сегодня временно проживают в специально установленных юртах. На сегодняшний день 90% пострадавших обеспечены всем необходимым. Это продукты питания, одежда и медикаменты. Тем, в чьих домах нет света, мы предоставили генераторы. Для жителей, чьи дома находятся в аварийном состоянии, для временного проживания мы установили 56 юрт. Многие ведут восстановительные работы. На протяжении месяца пострадавшим оказывали помощь около 400 волонтеров. Члены общественного штаба, куда входят депутаты, предприниматели и волонтеры, проводят встречи с пострадавшими и консультируют их. Вопросов у жителей сел немало. Это касается порядка компенсации испорченного или утраченного имущества павшего скота. Однако главной темой все же остается обеспечение жильем. Изначально со стороны государства было выплачено 50 МРП, это 184 тысячи тенге. Далее через неделю или через 10 дней была обратно повторная выплата 184 тысячи тенге. Первую партию выплаты за поддержку скота мы получили. Далее то, что относится именно жилья. Со стороны государства еще никто конкретных слов, обещаний ничего не дает. Изначально предлагали три варианта. Это выплата материального ущерба, построить новый дом и купить новый дом. А купить дом в райцентре или в селе, неважно, готовый дом, который уже есть. Как отмечают в местном Акимате, на восстановление и приобретение домов сегодня подано более 160 заявок. Пострадавшие от паводков могут рассчитывать на приобретение готового или строительство нового жилья взамен разрушенного. Если пострадавшее жилье подлежит ремонту, предусмотрены механизмы финансирования ремонтных работ подрядными организациями, местных исполнительных органов, либо силами собственника имущества. Кому надо приобрести готовые квартиры, кому надо строить, сейчас по категориям определяем, там четвертый, пятый категориям идет работа. И по основным у нас проблемы по законодательству документации, которые мы не опорили своевременно, и по павшим животам, которые отсутствуют базы СЖ. Вот по этим данным вопросам мы работаем, согласно алгоритму, который утвержден правительством. Подробнее о работе по ликвидации последствий паводкова в Мангельдинском районе смотрите в программе «Регион 10» в среду 18.20 на телеканале «Кустанай». В Кустанайскую область поступило 1800 тонн гуманитарной помощи. Товары первой необходимости отправили братские народы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также соотечественники из Жамбылской области, городов Алматы, Астаны, Ахтубе и Казларды. В регионе продолжают работать специальные места по выдаче помощи. Об этом рассказали на специальном брифинге, где озвучили итоги работы общественного штаба. В каждом регионе Кустанайской области, пострадавшим от паводка, создан специальный общественный штаб. Они курируют почти все направления работы в такое непростое время – от гуманитарной помощи до финансовых выплат. Туда вошли депутаты, волонтеры, предприниматели, государственные служащие и просто неравнодушные граждане. За последний месяц регион поступило около 1800 тонн гуманитарной помощи. «Гуманитарная помощь в Кустанай прибыла из разных уголков не только нашей страны, в том числе из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, из городов Астана, Алматы, Ахтубе и Казларда. Предметы первой необходимости привозили предприниматели и просто неравнодушные граждане. Мы всё отправляем в районы, в те населённые пункты, которые нуждаются». Сегодня по области представителями специальных комиссий обследовано более 970 жилых домов, 356 из которых не подлежат восстановлению. Остальные нуждаются в ремонте. Каждая категория получит помощь от государства. «Возмещение ущерба недвижимому имуществу пострадавшим предполагается путём возмещения ущерба по оценочной стоимости на восстановление, либо путём приобретения жилья, а также строительства индивидуальных жилых домов». Для строительства индивидуальных жилых домов Министерством промышленности и строительства разработаны два типовых проектов жилья для применения при работах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это трёхкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров стоимостью строительства 22,9 млн тенге и двухквартирный жилой дом площадью 160 квадратных метров стоимостью строительства 42 млн тенге. Построить новое жильё для пострадавших и крупные общественные фонды и компании точное количество неизвестно. Пока работы по обследованию пострадавших домов продолжаются. Повестка 33-й сессии Ассамблеи обозначена как «Единство, созидание, прогресс». Эти три слова, по мнению главы государства, очень точно и ёмко отражают не только предназначение Ассамблеи народа Казахстана, но и суть всего стратегического курса. «Единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики», заявил президент. В основе нашей идеологии независимость государства, помимо правильных слов и намерений, важны конкретные дела и каждодневные усилия. Конкретную работу ни в коем случае нельзя заменять пустословием. «Единство» – это, по сути, стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности. «На выступлении самой сессии Ассамблеи президент отметил, что с прошлого созыва 32-й сессии практически все задачи были выполнены, которые были поставлены правительством и президентом, в частности, как председателем Ассамблеи народа Казахстана. Но также подметился, что сейчас не время почивать на лаврах, а нужно закрепить успех и двигаться дальше совместными усилиями как общества, в частности, так и Ассамблеи народа Казахстана, как одной большой структуре». Также в 33-й сессии президент направил Ассамблею народа Казахстана на такой вопрос, что нужно трансформироваться, нужно отходить от идеологических основ и переходить непосредственно в общественные вопросы, что на сегодняшний день Ассамблея народа Казахстана уже делает, встречается непосредственно с коллективами рабочих предприятий, с коллективами частного бизнеса в области, в городе, в районах. Непосредственно члены Ассамблеи народа Казахстана выезжают, так сказать, в поля, где общаются с обычным народом, говоря о том, что для того, чтобы работать в Ассамблее народа Казахстана, не обязательно быть частью того или иного общественного объединения, либо община, которая состоит в Ассамблее Кустанайской области, либо Республиканской Ассамблее народа Казахстана. Каждый гражданин республики вправе вполне обратиться в Ассамблее народа Казахстана, предоставить свои возможности как волонтера, либо предъявить свои какие-то личные качества как гражданин Республики Казахстан. В целом, возможно, даже подать свою какую-то идею в этом направлении. Сегодня, 26 апреля, исполнилось 82 года, как знаменитая 151-я отдельная стрелковая бригада отправилась на фронт. В память об участвовавших в Великой Отечественной войне в Кустанай провели митинг и велопробег. Наша съемочная группа побывала на мероприятии в числе первых. В преддверии Дня Победы по уже сложившейся традиции у городской школы детского творчества собрались курсанты Академии МВД имени Кабылбаева, члены велосообщества, спортсмены, работники госучреждений, студенты и все желающие. Именно отсюда, 26 апреля 1942 года, 151-я отдельная стрелковая бригада отправилась на фронт, которая впоследствии была переформирована в 150-ю стрелковую дивизию. Бойцы которой в мае 1945 года подрузили знамя Победы над Рейхстагом. Незабываемой датой остается 26 апреля 1942 года, когда Кустанай проводили на фронт своих сыновей и отцов в составе 151-й стрелковой бригады, в последующем переформированный в 150-ю стрелковую и древеско-берлинскую ордену Кутузова 2-й степени дивизию. В те же дни состоялся провод Кустанайцев, 171-ю стрелковую дивизию, сформированную в городе Золотоусте, наполовину из Кустанайцев, и 310-я стрелковую дивизию, сформированную в Акболинске, также с участием Кустанайцев. В ежегодном велопробеге участвуют как профессионалы, так и любители. По словам организаторов, это более 50 велосипедистов. Маршрут у нас велосипедистов состоит из Дворца Пионеров по улице Алтанцарина до Парка Победы. В целом, в общем, мероприятие принимают более 150 человек. Сегодня мы здесь собрались, будет небольшой митинг. Наши ветераны, представители Совета ветеранов областной и городской будут говорить слова. Почтить память солдат, прошедших боевой путь до Берлина, считает важным и Нуржандус Магомбетов. Участвовать в велопробеге, как любитель, он начал в 2022 году. Молодой человек коллекционирует старые модели велосипедов, пока их три. На сегодняшнее мероприятие, говорит, выбрал особенную. Начал кататься активно в 2020 году, когда начался карантин. И уже пришло время пересаживаться на велосипед, когда не было ни машин, ни автобуса. И вот начал кататься, и как бы это мне полюбилось, и начал этим увлекаться. О важности мероприятия, я считаю, чтобы почтить память предков о такой серьезной войне, чтобы и потомки об этом не забывали. И мы, как молодежь, принимаем в этом участие. Важным моментом также стало возложение цветов к стеле 151-й стрелковой бригады, что находится в Парке Победы. Наряду с велопробегом в Парке Победы состоялся забег на президентскую милю, в котором участвует около 200 человек. Как говорят организаторы, символично то, что проведение второго этапа соревнований совпало с таким знаменательным днем. Забег на президентскую милю будет состоять из трех этапов. Бегут маленькие дети, средний возраст и ветераны спорта. В послании президента сказано о привлечении людей к здоровому образу жизни. Поэтому с отделом спорта мы эту программу стараемся выполнить. Участники мероприятия также возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Ильи Сьянова. В апреле 1945 года стрелковая рота под его командованием форсировала Берлинско-Шпандауский судоходный канал и в течение четырех часов отражала контратаки врагам. В Кустанае прошли плановые антитеррористические учения, которые организованы областным штабом по борьбе с терроризмом. В течение двух дней вводные о заложенных взрывных устройствах и террористах были отработаны в русском и казахском драматических театрах, футбольном манеже Тобл-Арене и торговом центре Март. Организаторами учений оценивались пропускные системы, готовность руководства, персонала и сотрудников охраны к действиям при различных действиях террористического характера. Была отработана слаженность действий правоохранительных органов, пожарных и медицинских работников. В целом учения способствовали повышению уровня профессиональной подготовки сил первичного реагирования к минимизации возможных угроз и последствий акта терроризма. Напомним, что в преддверии учений Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Кустанайской области проводили проверку объектов, уязвимых в террористическом отношении. По ее результатам полиция вынесла руководителям и собственникам организации 42 предписания об устранении выявленных нарушений. 10 руководителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении. Еще двое понесли наказание за неисполнение предписания и нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности, отметили в Департаменте полиции. Общая сумма штрафов составила порядка 3,5 миллиона тенге. Встреча за колючей проволокой в колонии минимальной безопасности города Кустанай прошел день открытых дверей. Это тот редкий случай, когда родственники могут навестить осужденных, ознакомиться с условиями их проживания. Наши корреспонденты тоже не упустили такую возможность. Несмотря на пасмурную серую погоду, в учреждении номер 40 Комитета уголовно-исполнительной системы сегодня особенный день. День, когда осужденные могут встретиться с родными. Такой шанс выпадает редко. Айсулу Мушанова навестить мужа приехала из Актубе. Говорит, после таких встреч на душе становится легче. Посмотрела комнату его, столовую, поговорила с администрацией, с Батрхановичем. В принципе, все нормально, можно не переживать. Всего в колонии минимальной безопасности отбывают срок 185 осужденных. Светлана и Дмитрий Коротковы познакомились в этих стенах. Уже 7 месяцев в статусе мужа и жены. Особых привилегий у пары нет. Они могут только гулять вместе, употреблять пищу и работать. От учреждения, учреждение нам подарило поездку в ЗАГС, сделало для нас кино, фильм, фотосессию. Устроили, да. Походили по парку там прогулялись, пофоткали. Ну, не просто, в общем, расписались, так поехали, а все сделали красиво как бы. В колонии отбывают срок люди самого разного возраста. От молодых парней до пенсионеров. Целью данного мероприятия является поддержание социальных полезных связей, а также родственники, друзья, близкие осужденных могли наглядно увидеть их условия содержания, как они живут, как они питаются, как они получают первую медицинскую помощь. Сегодня прибыло около 20 родственников к осужденным отбывающим наказанием в колонии минимальной безопасности, как и к осужденным женского пола, так и к осужденным русского пола. Подобные встречи с родными – стимул к исправлению, чтобы как можно быстрее оказаться дома, в кругу семьи. Любовь Облачкина, Олег Сытник, телеканал «Костанай». Праздник слова и мысли в Костанай состоялся финал ежегодного конкурса «Живое слово». Вот уже в 11-й раз участники со всех регионов области сражаются в литературном поединке за право стать лучшими. На сей раз своими проникновенными исполнениями участникам необходимо раскрыть школьную тематику произведений казахстанских авторов. Подробнее расскажет Маргарита Иванова. «Живое слово» – не совсем классический литературный конкурс. Это настоящий перформанс, где каждое выступление участников окутывается целой амплитудой эмоций. На этом празднике слова есть место игре, тайне, юмору и даже зажигательной мелодии. «Даром преподаватели, время со мною тратили. Даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей, слушал я невнимательно. Все, что мне задавали мне, делал я кое-как вот так». Примечателен и сам подход к организации мероприятия. К примеру, очередность выступлений участников решала его величество случай. Ведущие вызывали ребят на сцену, а они при помощи жеребьевки вслепую определяли номер выхода для выступления. «Номер два». Организаторы скажут, что это не просто конкурс, а настоящий праздник для всех участников. Основная цель всего происходящего – привить любовь детей к чтению. «Праздник литературы, праздник слова, праздник хорошей речи. Я думаю, что удовольствие получают, безусловно, все участники этого мероприятия. Слава богу, что мы еще можем материально поддержать участников. У нас конкурс финансируется областным управлением культуры, поэтому, безусловно, первые три места – это солидные призы. Ну и практически каждый участник не останется без приза. У нас восемь номинаций. Каждый год, вот так или иначе, наверное, конкурс усложняем. Вот уже три или четыре года мы добавили еще одну номинацию – это нужно на лучшее эссе. То есть нам хотелось, чтобы погружение ребенка мы увидели. Не просто он выбрал и прочитал произведение, но еще что думает он сам, почему он его выбрал, что интересного в этом произведении. Таким образом, мы хотим, безусловно, обратить внимание на ценность чтения. Конкурс приурочен ко Всемирному дню книги и авторского права. А его тема «Школа – это весело» моментально нашла положительный отклик среди участников. В финале встретились ребята в возрасте 12 и 13 лет, которые уже успели успешно заявить о себе и стать победителями в районах, городских и отборочных турах. «Мы проходят мероприятия «Союз-Кудреты». В этом году я участвую второй раз, я участвовала в прошлом году, заняла номинацию. На городском этапе я ввенела первое место и, надеюсь, сегодня взаимутажа». Еще одни участники сегодняшнего мероприятия представляют Кустанайский район. Пройдя достойный местный этап конкурса, сегодня они рассчитывают продемонстрировать всю глубину таланта и завоевать первое место уже на областном уровне. «Очень довольны тем, что в нашем регионе существует такой конкурс. Он дает и нам, библиотекарям, такое ощущение какой-то востребованности, что ли, вот этой книги. И мы привлекаем детей к чтению. И перед тем, как, например, подготовиться к конкурсу, каждый участник, он прочитывает книгу. Он выбирает из этой книги самые интересные моменты. То есть он работает с книгой, с текстом работает. К тому же у нас в районном туре я предлагаю каждому участнику написать к прочитанной книге эссе или отзыв. То есть они еще анализируют и пишут свое отношение к прочитанному. А потом им еще это надо все выучить и все это красиво и артистично показать на сцене». Вся суть в деталях. Образ каждого ребенка продуман до мелочей. Участники здесь и чтецы, и актеры, и психологи, тонко чувствующие дыхание зала. «Я пионер. Вот я рассказываю про мальчика Юбраева. И вот он как бы был пионером. Его одноклассники все были пионерами. И вот я повторила его обыкновение». Победителям областного конкурса останут всего три участника, которые будут награждены дипломами и ценными призами. Однако и остальные ребята в накладе не останутся. Они вынесут для себя бесценный опыт и новые знания, которые, в свою очередь, послужат крепкой основой для будущих побед. Маргарита Иванова, Алекс Сытник, телеканал «Костанай». На этом все. До встречи.